До начала учебного года меньше месяца. Пока ученики и их родители покупают ранцы и учебники, Мосавтодор обновляет тротуары и дороги. Например, в новом городке уже обеспечена пешая и транспортная доступность к новому корпусу школы номер 19, который совсем скоро откроется. Мы находимся в поселке Новый городок на территории школы номер 19. Видим здесь новый пешеходный переход и асфальт на дороге, который ведет непосредственно к школе. Также полностью готова парковочная площадка. Территория и подъезд к ней огорожены парковочными столбиками и соответствующими знаками. Около каждого учебного заведения должны быть установлены дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Искусственные дорожные неровности», так называемые «Лежачий полицейский» со знаками снижения скорости. Кроме того, необходима разметка, подходы к пешеходному переходу, ограждение не менее 50 метров в обе стороны, светофоры и освещение. Здесь по адресу Гагарина, в районе школы номер 12, мы также видим обновленный пешеходный переход, знаки, указывающие на то, что он здесь есть, подсветку, ограждение и предупреждение о том, что необходимо снизить скорость. Дорожную разметку и пешеходные переходы также обновили в микрорайоне Чкаловском, около торгового центра «Пилот», что напротив лицея номер 14 имени Гагарина. Сегодня на пешеходных переходах применяются новые современные решения по обеспечению безопасности. К примеру, в Щелкове на улице Центральной, в районе домов номер 32 и 55, возле школы номер 8, оборудовали два умных перехода. Когда пешеходы подходят к ним, загораются сигнальные фонари на знаках и направленная подсветка над переходом. Это облегчает движение через дорогу в непогоду и в темное время суток. В первом сентября повысится интенсивность движения пешеходов, особенно детей, по школьным маршрутам передвижения в школе детей. Поэтому ведется активная подготовка и уже большая часть дорожи закончена. Так как нанесение разметки, восстановление светофоров Т-7, дополнительная подсветка пешеходных переходов, также и пути подводов, такие как тротуар, понижение тротуаров у переходов дорог, обустройство искусственных неровностей. В целом в округе уже выполнена большая часть работ по восстановлению дорожного покрытия. Анана Приенко, Галия Вахитова, Владислав Реус, Щелковское телевидение.